Даже не знаю, как объяснить это поражение. Просто в шоке. Еще не отошли. Выигрывать 1-0. Команда соперника удаляет игрока. Привести себе два гола. Один удар поворотом залетел. Вторая элементарная подача на дальнюю. Два защитника держат друг друга, забыв о нападающем. Просто детские ошибки. Вот и все. И получилось. Потом перешли уже на навал. Не получилось забить. Нельзя так играть в футбол. Нельзя так проводить матчами. Ведя 1-0, надо дожимать соперника. Тем более, соперник остался в меньшинстве. А мы, наоборот, прижались, испугались, боялись играть в футбол. Год назад похожая история была с командой в Саратове. Тоже забили быстрый мяч и тоже проиграли только 2-3. Это карма? Наверное, получается так. Мы не можем никак преодолеть. Тем более, здесь еще, я говорю, удалили игрока на большинстве и проиграли. Нет слов и я не могу объяснить это никак поражением. Просто такие какие-то ошибки детские. Второй гол там в середине передачи чужому. Во фланг, подача, гол. Все элементарно просто. Мы сколько подавали, сколько это. Наверное, как-то не можем преодолеть Саратов. Вы сделали всего три замены, а не четыре. Некем было больше усилить атак. В концовке пытались забить даже защитники. Ну, уже в концовке началась как бы огонь. Уже начался просто навал туда. И ветер то он менялся, то боковой, то туда. Ну, в принципе, все, кто был там, и большие, которые с высоким ростом, и нападающие, все уже были в штрафной. Кого там было менять? Тут уже хоть кого-то менять. Четвертая замена, не четвертая. Бесполезно. Уже там 9 человек, или 8 человек было в штрафной, и 2 человека только оставалось. Сла подача туда, и навязывалась борьба. Ваша команда ведет борьбу за зону стыковых матчей. И, тем не менее, ну, прессе появлялась информацией, что долги. То есть, ну, в принципе, как бы никто не застрахован от такой ситуации. Так у вас эта проблема разрешилась? Я так поигрел. Сейчас у нас как бы все нормально, нормализовалось, и поэтому борьба идет, она будет дальше продолжаться в оставшихся играх. Просто надо излить из этого урок, как бы, и двигаться дальше. Ну, в дерби понятно, что такие матчи, они проходят всегда с большим накалом. В принципе, факел борется за попадание в стыки. Мы боремся, что здесь была команда ФНЛ. У двух команд немножко разные задачи, но сегодня это ничего не решало абсолютно. Решал только настрой, самодача игроков, план на игру и так далее. До удаления мы, я считаю, что мы владели преимуществом. Были хорошие подходы, не забили в первом тайме несколько мячей. И Дудлева был моментом, и у Галыша был момент. То есть, не реализовали свои моменты. Во втором тайме, после удаления, понятно, что соперник завладел преимуществом территориальным. Но ребята доказали, что они на сегодняшний день команда, настоящая команда. И переломили ход игры, который складывался не в нашу пользу. И добились такой важной победы, потому что сегодняшняя победа, она могла стать точкой невозврата в данной ситуации. Вадима Феликсовича? Ну, у него проблемы давние с плечом. К сожалению, в одном из моментов неудачно он разворачивался, махнул рукой и вылетело плечо. Но я думаю, что все нормально. Команда вся переживает за эту ситуацию. Но сегодня самая главная победа. Сегодня все ребята у нас побитые, перебитые зашли. Но такие победы только так и даются. В принципе, повторился результат первого круга с факелом? Мне трудно судить о результате первого круга, потому что я не был еще в команде. Но опять же я говорю, что сегодняшняя игра, она очень важна была и для нас, и для болельщиков, и для города.